Добрый день! В эфире программа «Май. Слово» в студии я, ведущий Юрий Мацарский. С удовольствием представляю своего гостя сегодняшнего, Алим Алиев, программный директор Крымского дома. Алим, привет! Спасибо большое, что пришёл сегодня к нам. Селём алейкум, привет! Нужно, наверное, сразу сказать, что мы записываем программу в четверг заранее, потому что в пятницу, когда она выходит в эфир, Алим уже будет совсем в другом месте. Алим летит на франкфуртскую книжную ярмарку. Крупнейшая, по-моему, в Европе, а то и вообще во всём мире, ярмарка, на которой представлены все самые важные книжные новинки, все самые главные издательства, писатели и так далее. Скажи мне, пожалуйста, ты же туда, скажем так, не за книжками едешь, вернее, не только книжек купить едешь. Какая задача стоит перед тобой там, на франкфуртской книжной ярмарке? Ты знаешь, больше всего я на ярмарке, на последней, на которых бываю, я очень редко покупаю книги, к сожалению. Потому что очень часто это много общения, много интеллектуальных вызовов и много дискуссий. А во Франкфурте у нас также будет дискуссия относительно украинцев, крымских татар, изменений в стране за последние шесть лет вместе с известным украинским диссидентом Маруславом Мариновичем. И мы будем как раз-таки иметь такую англоязычную панель в субботу. Скажи мне, пожалуйста, каковы цели этой самой панели? И главное, для кого вы будете рассказывать? Почему мне это интересно? Я сейчас так, небольшой экскурс в прошлое. У меня на этой неделе по скайпу был на связи в эфире наш коллега Борис Райтшустер из Германии, который как раз рассказывал о том, насколько немцы, да и вообще, наверное, европейцы слабо себе представляют, что происходит в Украине. Что они, скажем так, в том числе и политики, боятся себя признаться в том, что сейчас в Европе есть диктатор, который действительно завоевывает территории, действительно занимается оккупацией территории соседних государств, действительно занимается этническими чистками и так далее. То есть, может быть, как-нибудь с этим связано в панели? Может быть, для того, чтобы объяснить, что происходит в Украине? Есть несколько составляющих. Одна из составляющих – людям свойственно упрощать, в том числе и европейцам, которые смотрят на Украину. То есть, часто диалоги сводятся к каким-то внешним вещам, к каким-то внешним изменениям. А мы хотим как раз-таки поговорить о глубинных внутренних изменениях, которые происходят в социуме, которые происходят в стране. Вторая вещь, о которой Борис очень справедливо сказал, и я бы ее, наверное, переформулировал таким образом, что деньги часто играют важнейшую функцию даже в геополитике. И относительно ситуации с Украиной, относительно даже формулы Штайнмайера, о которой все любят говорить, и относительно и войны, и оккупации, и санкций, конечно же. Мы знаем, что, например, немецкий бизнес — это один из самых больших лоббистов в Европе относительно снятия санкций с России, потому что это их огромнейший рынок. Поэтому мы едем говорить и с немцами, и с представителями интеллектуальной среды, европейской в принципе, о том, почему Украина сейчас важна для Европы, и в принципе важна для Европы. И как украинцы-то вот за эти 5-6 лет меняются. И вот мы будем так же говорить и в контексте и коренных народов, будем говорить в контексте как раз-таки вот людей, которые живут на оккупированных частях Украины, конкретно в Крыму. Скажи мне, пожалуйста, у европейцев еще сохраняется такой острый интерес к происходящему в Украине, к происходящему на оккупированных частях, на оккупированных территориях нашей страны? Или это немножко как-то уходит уже на задний план? Почему, Илья, я спрашиваю? Потому что в журналистике есть такое определение, что очень многие пользуются медиа-менеджеры из больших корпораций, говорят о том, что так, это уже не на пике интереса, мы, значит, вот тогда, когда начинали войну, тогда, когда были первые дни оккупации, это было на пике общественного интереса. Сейчас нет, поэтому начинаем искать какие-то другие истории. Это очень цинично, с одной стороны. Это очень обидно тем людям, которые оказываются в ситуации, когда они вчера были страшно нужны и необходимы международным медиа, а теперь от них отворачиваются. Ну вот таковы правила. Так вот никуда не деться, мы живем в таком мире. Это, я часто над этим задумываюсь, потому что я вижу, насколько иногда информация быстро появляется и быстро исчезает из повязки дня украинской либо международной относительно и Крыма, и войны, и оккупированных территорий. Я часто слышу, даже вот среди своих соотечественников в Украине, что сколько можно об этом говорить, вот мы устали, дайте позитива. Алло, ребята, ну какой может быть позитив, когда у тебя действительно часть твоей страны оккупирована, и когда действительно у тебя фактически каждую неделю умирают твои граждане из-за обстрелов, да, они погибают. Здесь же какая вещь для нас важна, это привлечь внимание и к теме Крыма, и к теме политзаключенных. Потому что вот произошло большое возвращение наших политзаключенных из России, да, и часть снова же общества выдохнула и сказала, ну окей, вот вернули самые громкие имена, да. Но даже вот и Олег Сенцов, и другие политзаключенные говорят, что очень важно сейчас вытащить тех, вот там 84 человека, которые до сих пор сидят и гниют в российских и крымских тюрьмах. Я приведу небольшой пример. В начале этой недели, в понедельник, в Крымском доме собиралась очередной раз Киевская Крымская Солидарность, на которую приехало десяток родственников политзаключенных. Это жены, родители, братья и сестры, да. И я вот вижу их неимоверную силу вот по их историям, через их деятельность. И они говорят, что вот на вопрос, что мы можем сделать, находясь здесь, там, активисты, журналисты и так далее, они очень просят говорить об их сыновьях, говорить об их мужьях, для того, чтобы этот информационный шум, этот информационный повод относительно политзаключенных был всегда, потому что это действительно помогает освобождению. Я думаю, что нужно сейчас как раз объяснить, что такое Киевская Крымская Солидарность. Что такое Крымская Солидарность, мы достаточно часто в эфире говорим. И Антон Нумлюк у меня бывает, который многое об этом говорит, Тарас Абрагимов, другие наши с тобой коллеги, в том числе те ребята, которые ездят в Крым, которые знают, что там происходит на месте, рассказывают. Крымская Солидарность – это низовая неформальная структура, в которую входят крымские татары, которые официально нигде не зарегистрированы, никак не числятся ни журналистами, ни юристами, ни так далее, которые фактически сейчас сами единственная сила, которая так или иначе даёт остальному миру понимание того, что происходит. Они сами снимают на мобильные телефоны аресты, задержания, всё, что можно только снять. Суды. Да, суды и так далее. Потом это распространяют через соцсети, уже потихонечку начинают взаимодействовать с украинскими СМИ, с международными СМИ, в том числе уже и давать комментарии. То есть вот низовая структура превращается в вот такой, ну вот почти такой, не знаю, правильный ли аналог, а такого советского диссидентского движения, на которое со всех сторон давят, но чем больше давят, тем сильнее оно становится. И разрастается, да. А что такое Киевская Крымская Солидарность? То есть это солидарность с семьями полизаключённых, да. То есть мы, конечно же, на прямом контакте и с Крымской Солидарностью, которая в Симферополе и в других уголках Крыма находится. Но для нас одна из основных целей — это оффлайн-события, на которые приезжают родственники полизаключённых очень разных групп. У нас в своё время была солидарность и по Балуху, и по Ильми Умерову, да, и по другим полизаключённым, да. И вот мы даже шутим относительно того, что после наших солидарностей вот эти полизаключённые освобождаются, да. И для нас очень важно поддерживать родственников и поддерживать эти семьи, да. Вот даже эта моральная поддержка, они чувствуют, что они остаются не одни в этой всей ситуации. Это очень важно. Знаете, одна из жён полизаключённых рассказала историю, как к ним пришли утром с обыском в 6 утра. А это обычно, когда выламываются двери, да, и куча вооружённых до зубов ФСБшников вламываются в дом. И у них маленький ребёнок, маленький ребёнок начал плакать, когда начали забирать отца, да, когда начали проводить обыск, всё это переворачивать. На что один из ФСБшников сказал, ну, мы просто так кино снимаем, да, потому что они это всё ещё фиксировали на видео. И он уже решил, что таким образом успокаивает ребёнка. Это настолько цинично, вот как они действуют и какими методами действуют, да. Но при этом эти люди, эти дети, они вот не сломлены, и у них намного больше вот этого внутреннего духа свободы, чем у части наших граждан, которые, извините, живут на неоккупированных территориях. — Скажи мне, пожалуйста, ты уже отметил, что очень важный пункт — это моральная поддержка. Вот тот же, уже упомянутый сегодня, Антон Нумлюк рассказывал, он был здесь в день суда над Нариманом Мемедеминовым, и он рассказывал о том, что вот он из студии едет на акцию на Майдан в поддержку и самого Наримана, и других политзаключённых, и он говорил, что очень важно, потому что адвокат скажет сегодня, придёт и скажет, ты знаешь, там за тебя выходили люди, и в Киеве выходили, и в других городах, и вот это вот уже само ощущение для человека должно быть важным, что не бросили, не забыли, особенно в ситуации, когда судят ни за что, по надуманным объявлениям и так далее. Но мы же все прекрасно понимаем, не только моральная поддержка нужна, а что ещё нужно тем людям, которые приезжают, которые могут, скажем так, приехать из оккупированного Крыма или передать какую-то информацию сюда Крымскому дому, любым другим каким-то организациям, которые помогают политзаключённым, их родственникам, людям, в принципе, оказавшимся на оккупированных территориях? — Относительно моральной поддержки ещё важно сказать о письмах. Пишите письма нашим политзаключённым, это очень сильно помогает, и часть писем, конечно же, может не дойти, но часть та, которая доходит, то политзаключённые их читают, они отвечают на эти письма, да. Вторая вещь — это помощь семьям, потому что вот ещё одна из историй, когда к нам приехала ещё одна жена политзаключённого, у которой 13 детей, и она одна с ними, да. И вот этим детям, конечно же, нужна поддержка в том числе и финансовая поддержка, да, потому что сообщество помогает, местные крымские татары, местные украинцы, они объединяются и помогают этим семьям, да. Но вот эта системная поддержка, к сожалению, такой системной поддержки сейчас пока что нет от государства для этих семей, и она важна. Поэтому от граждан, от наших соотечественников, которые живут там в разных регионах Украины. Также информационная, да, и о чём я всегда прошу, если у вас есть родственники, друзья, знакомые, живущие в Крыму, говорите с ними по скайпу, по фейстайму, общайтесь с ними, коммуницируйте, приглашайте их сюда. Иначе, если люди не будут выезжать сюда, не будут видеть, как меняется Украина, как меняемся мы, то они будут вот в этом российском коконе находиться, а вот российская пропаганда будет просто вымывать остатки критического мышления у граждан. Вот я этого очень боюсь. Я смотрю, как растёт новое поколение на оккупированных территориях. Я смотрю, как детки, которые ходят в детские сады, которые ходят в школы, они как милитаризируют их сознание, да, начиная от того, что они там раскрашивают и рисуют танчики и самолётики российской армии, заканчивая до того, что они в костюмах военных принимают участие в каких-то там фарсах. Нам нужно прерваться на новости и рекламу. Мы вернёмся уже через несколько минут. Мы возвращаемся в эфир. Скажи мне, пожалуйста, Алим, ты сказал о том, как работают оккупанты, как они оказывают воздействие, совершенно понятно, что на кого им ещё оказывают воздействие, на тех детей, на которых они могут влиять, через школы, через детские сады, через дошкольные учреждения, то есть на тех, у кого ещё гибкое восприятие мира, максимально гибкое восприятие мира, на тех, чья картина этого мира только формируется. Скажи мне, пожалуйста, чем можно помешать, и главное, кто пытается помешать, при том, что ты сам только что сказал до новостей о том, что нет государственной стратегии, нет государственного централизованного подхода к помощи тем людям, которые оказались на оккупированных территориях? Вот, собственно, в первую очередь мы, конечно же, должны работать с новым поколением. Мы должны работать даже, если брать вопрос образования, то я считаю, что очень важно создавать онлайн-курсы по изучению истории Украины, по изучению истории Крыма, не пропагандистской, а российской, по изучению украинского языка и литературы и крымско-натарского языка и литературы. Того, чего сейчас постоянно исключаются из школьных программ в Крыму. Вторая вещь, о которой необходимо помнить, это нишевые инициативы, которые появляются в Крыму. Образовательные, правозащитные, культурные, медийные, они, я фактически, вот так происходит, что каждую неделю встречаюсь с их представителями. Я понимаю, что они вот самофинансируются, но это такой, так быстро исчерпаемый ресурс. Им нужна поддержка относительно инструментария профессионального, то есть относительно тренингов, но и также в том числе и финансовая поддержка. Иначе завтра снова же придут оккупационные власти и скажут, вот мы вам даем деньги, делайте свой продукт. И мы понимаем, каким этот будет продукт. Хотя эти люди все эти шесть лет считают, что они лучше будут делать сами, как могут, чем брать вот эти грязные деньги. То есть фактически людей вынуждают, ставят перед выбором. Или ты делаешь так, как тебе говорят присланы откуда-то там из России власти. Если они не дают деньги, да. Или ты уходишь в подполье какое-то, хотя бы условно. Как, например, с крымстанарскими газетами, которым не дали лицензию, и которых ограничили в тираже в 999 экземпляров. То есть это фактически сам из дат. Это возвращение в 70-е, в 80-е, в 60-е в Советском Союзе. То есть и вот здесь бы как раз внедрить бы понятную рабочую систему информационной поддержки людей в Крыму, запустить, ну я просто предполагаю, какие-нибудь YouTube-каналы, на которых были бы интересные рассказы об истории Крыма, об истории Украины. Какие-то контрпропагандистские, понятные на хорошем, простом языке, фильмы, программы, передачи, подкасты, всё что угодно. Но если это и есть, оно держится как раз на плечах каких-то единичных энтузиастов. Поэтому сейчас я понимаю, что это часть нашей миссии для того, чтобы и говорить и с Министерством образования, и с Министерством культуры относительно таких проектов, направленных на Крым, и работающих, возможно, в Крыму, и говорить с другими международными партнёрами о том, что крайне важно поддерживать этих людей. Потому что у них нет особого выбора. Они хотят жить на родине, и я их очень понимаю, потому что если бы у меня была бы такая возможность, я бы тоже жил бы сейчас в Крыму. И они хотят быть полезными, они хотят реализовываться профессионально, и они не хотят делать какую-то российскую пропаганду. И люди оказываются заложниками той ситуации, в том числе из-за того, что не все усилия, которые могло бы приложить украинское государство, оно прилагает. Да, абсолютно. Смотри, у нас тут не так давно было заявление Антона Кореневича, это представитель президента Украины в Республике Крым. Он сказал о том, что нельзя разделять вопросы деоккупации Крыма и деоккупации Донбасса. Он заявил о том, что на... Если так, скажем так, суммировать то, что он сказал на одном из круглых столов, что если идут какие-то переговоры, в том числе с международными представителями, нужно всегда настаивать на том, что Украине неинтересно, Украина не намерена освободить сначала одно, а потом другое. Украина намерена добиваться освобождения всех своих временно оккупированных территорий. Это уже какие-то подвижки в сторону появления конкретной стратегии работы с оккупированными территориями? Или это может быть пока какая-то случайность? Я действительно солидарен со словами Антона. Я также считаю, что в системной международной политике мы не можем исключать Крым и говорить только о Донецкой и Луганской областях, оккупированных территориях. Это все звенья одной цепи. И я считаю, что это хорошее назначение Антона Кореневича на эту должность. И я надеюсь, что эта должность будет достаточно влиятельна, чтобы как раз таки, извините за тавтологию, влиять на вопросы, на разработку стратегии до оккупации. Я знаю, что вопрос Крыма, у меня нет розовых очков, что он не решится завтра. Но мы должны и внутри страны, и на международном уровне максимально продвигать этот вопрос. Мы не можем его исключать, отрезать и говорить только об одной части. Иначе я уверен, что оно не сработает так. Окупация и аннексия началась с Крыма. И Крымом она также должна закончиться. Вот власти предыдущие, по крайней мере некоторые из представителей предыдущей власти, объясняли, что вот мы пытаемся, мы пытались вопрос Крыма включить в повестку дня там и минских переговоров, и нормандского формата и так далее. Но вот та сторона, и в первую очередь там Путин, если вдруг видят, что поднимается вопрос Крыма, отказываются говорить. Мне даже такой он сайт рассказали, что по-моему Грызлов или кто-то там из российских представителей просто вставал и выходил каждый раз, когда в Минске заходила речь о Крыме, когда кто-то из представителей украинской делегации начинал говорить о том, что что же вы там творите в Крыму, как вам не стыдно продолжать окупаться, продолжать издевательство над людьми в Крыму. Россияне вставали и уходили. Как в этой ситуации быть? Ну вот если та сторона делает вид, что, как там Путин говорит, вопрос Крыма закрыт, если та сторона делает вид, что этого вопроса больше не существует. Ну это абсолютно логичная стратегия российских дипломатов и оккупантов вести себя так. То есть нас пытаются втянуть в эту игру, где вот вы получаете... Крым наш, но вы получаете обратную часть в своих восточных территориях, территорий, и на этом мы все решаем. На самом деле, я думаю, что, и я уверен, что ни украинское общество, ни адекватное международное общество точно не будет согласны с этим, потому что я уже не говорю о том, что завтра может после Крыма быть другие регионы постсоветского пространства. И я точно уверен в том, что системное давление, системное дипломатическое давление и международная поддержка, оно может решить вопрос Крыма и должно решить вопрос Крыма. Но если мы будем постоянно быть в повестке дня России, то мы таким образом будем ослаблять свои шансы на скорое возвращение Крыма. То есть нужно каждый день громко через все возможные каналы напоминать о том, что мы не забыли о том, что Крым тоже должен вернуться, что Крым такая же украинская земля, как Львов, как Донецк, как Луганск, как Харьков, как сам Киев. Абсолютно, потому что что сейчас российские власти пытаются выстроить в Крыму, это дискурс, что есть крымский народ, то есть это симулякор, как советский народ в советские годы, который лишен этнической, исторической, религиозной компоненты, но наделен вот этой пророссийской, проимперской компонентой, что вот история Крыма начинается с 18 века, когда Крым был аннексирован первый раз Екатериной II, но на самом деле история Крыма начинается с Тавров, Скифов, Кемерийцев, Копчаков и так далее, и вплоть до крымских татар, караимов, крымчаков, и мы должны также об этом говорить, я против пропаганды, я против лжи в ответ на ложь, я за правдивые факты, которых у нас огромное количество, и за то, чтобы говорить международным правовым языком с оккупантами в том числе. Скажи мне, пожалуйста, что в этом направлении делает Крымский дом. Я знаю, что есть несколько проектов и культурных, и образовательных, и так далее. У нас вот есть около трех минут до перерыва, можно вкратце объяснить, а уже дальше потом пойдем после перерыва, после новостей подробно говорить о музее, о котором мы в прошлый раз начинали говорить, более подробно остановимся на других каких-то пунктах, потому что я знаю, что много всякой работы есть, давай просто вкратце опишем, что сейчас делается. Сейчас как раз таки у нас там несколько дней осталось до окончания литературного конкурса Крымский инжир, это украинско-крымстарский литературный конкурс. У нас... Давай вкратце объясним, что это за конкурс, потому что первая книжка уже была представлена, как раз выпущенная в серии Крымский инжир, книга художественной литературы украинской и крымстарской. Да, это... В прошлом году мы запустили первый Украина-крымстарский литературный конкурс, и мы собрали большое количество работ, провели фестиваль, потом в этом году издали книгу, первую антологию, и решились провести снова такой конкурс. И мы принимаем работы в шести категориях. Это проза, поэзия на украинском языке, проза, поэзия на крымстарском языке, взаимные переводы с украинского на крымстарский и детская литература на украинском и крымстарском языке. Всё о Крыме. Мы получили в этом году много работ. Я очень переживал, что, например, крымстарские работы первые несколько месяцев поступали достаточно редко. Но вот это часть тоже, наверное, нашей крымстарской ментальности, что огромное количество мы начинаем получать в последний момент под конец конкурса. Ну, просто наш с тобой коллега и товарищ Осман Пашаев ещё несколько дней написал и как раз, как бы это правильнее выразиться, подгонял, что ли, авторов, которые пишут на крымстарском языке, говоря о том, что смотрите, какое количество материалов уже прислано на конкурс, и до сих пор очень мало работы на родном языке крымских татар. Скажи мне, пожалуйста, что это за работы, кто отбирает их, то есть, я так понимаю, что их куда больше, чем в конце концов окажутся под книжной обложкой. Да, конечно, у нас в прошлом году было 244 работы, и работы отбирают, как по мне, просто неимоверно профессиональные жюри, и это Андрей Курков, известный писатель, это Катерина Колытко, также писательница, поэтесса Анастасия Левкова, с крымстарской стороны у нас есть Бекир Мамутов, который один из гуру крымстарской литературы, литературы, науки, также у нас и Шевкет Юнусов, и Джамиле Сулейманова в этом году в категории детская литература, и у нас есть члены жюри, которые отбирают и в этой категории. Мы сейчас, напоминаю, программный директор Крымского дома, Али Малиев, гость сегодняшней программы «Мое слово», мы остановились на втором уже литературном конкурсе под названием «Крымский инжир». Когда планируется опубликовать те работы, о которых мы сейчас говорим, когда будут объявлены победители конкурса, и, может быть, ты откроешь какой-нибудь секрет, кто скорее побеждает в такого рода литературных конкурсах, о чём и как нужно писать для того, чтобы получить право быть опубликованным в таком сборнике? Знаешь, вот мы в прошлом году дарили такой красивый из стекла сделанный инжир, и вот мы говорили, что победителем. Это победителем, да? Победителем, да. И хорошая литература это как вот сочный, спелый, вот как раз таки этот инжир, который хочется есть, который хочется пробовать, хочется наслаждаться ароматом. Такая же литература побеждает. Много текстов, например, если говорить об украиноязычных текстах, это и воспоминания это о Крыме, либо какие-то сюжетные линии касающиеся жизни крымских татар, если также у ситуации, которая есть сейчас, да, то есть есть, конечно же, конъюнктурные тексты написанные достаточно быстро, это видно, да, но очень много присылает вот качественного материала, при этом это и молодые начинающие писатели-поэты, так и те, которые пишут достаточно много и достаточно долго, как в украинской, так и в крымстарской литературе. То есть, как и положено антология, это такой прям настоящий срез самых разных писателей, с самыми разными представлениями о жизни, с самым разным литературным опытом и так далее. Да, в прошлом году у нас наконец-таки появилась, например, появился Галина Круг, Марьяна Киановская, Марьяна Савка, Сергей Жадан и остальные на крымстарском языке. Мне кажется, что это также очень хороший материал для крымстарских певцов, чтобы артистов, чтобы пытаться сделать и так и для украинских совместные современные песни. Тексты есть, вот и мы сейчас пытаемся также работать в этом направлении. Ну, не знаю, вот есть, например, есть группа, на которую я хожу с большим удовольствием, крымстарский панк-рок играет Шатур Гуду. Они играют на крымстарском, поют на крымстарском языке, и несмотря на то, что я не понимаю текст песен, хотя там Джамиль Мамутов какую-то часть их переводил, ну так, конечно, там между песнями объяснял, о чём в них идёт речь, но здесь важнее, мне кажется, даже не смысл того, что они поют, а то, как они это делают. Есть ли вообще необходимость переводить? Может быть, пусть оно так и звучит, как звучит. На самом деле переводить есть необходимость, потому что это помогает, а, развивать, например, крымстарский язык, б, помогает, например, если говорить о переводах с крымстарского на украинский, понять, вот, я говорю, намного глубже, чем Чебурек, вино Массандра и Ай-Петри, а вообще Крым и крымстарскую культуру. А вот это одна из наших целей в крымском доме через современные формы рассказать о Крыме, о котором часть наших соотечественников очень плохо знают. Скажите, пожалуйста, ведь сейчас в крымском доме проходят курсы крымстарского языка. Они как раз-таки начнутся в эту субботу в 3 часа дня и в 5 часов как раз-таки для тех, кто абсолютно не знает языка и для тех, кто говорит, говорит плохо и хотел бы дальше его развивать, то есть разговорные курсы. Что нужно сделать, чтобы попасть на эти курсы? Зайти на страничку в Facebook Крымского дома, пройти регистрацию в Google форме и прийти в 3 часа дня в субботу. Курсы бесплатные. Курсы бесплатные. А кто ведет эти курсы и какие задачи стоят перед преподавателями? А в этом году курсы ведет Зорио Джа Умерова, которая достаточно известный крымстарский педагог. Она преподавала в Крыму, сейчас она переехала в Киев и она с удовольствием согласилась дальше продолжать свою педагогическую деятельность в Крымском доме. Для нас это важно, потому что если учитывать опыт прошлого года, то очень много на курсы приходило не крымских татар, украинцев, представителей других национальностей. Это отличная история, потому что я считаю, что жители Украины... Вот когда я говорю об украинцах, я имею в виду не этническую настройку, я говорю о политических украинцах, то чем больше слов и выражений украинцы знают на крымско-татарском языке, я думаю, что это а, и мотивирует самих крымских татар глубже, лучше изучать свой родной язык и дает отличные позитивные сигналы в Крым, потому что в Крыму очень ждут и позитивных новостей, и позитивных историй отсюда, с материковой Украины, и материковая Украина ждет позитивных историй, позитивных новостей из Крыма, а Крымский Дом, как раз-таки, я думаю, мы являемся таким хабом, который может предоставлять такие истории. Мы обещали с тобой в прошлой части программы, в прошлой 15-й минутке, рассказать о Виртуальном музее депортации крымских татар, когда ты у меня был в один из последних разов на эфире, мы с тобой как раз обсуждали, ты просил помогать, присылать видеоматериалы, присылать свидетельства того, как в 1944-м году крымских татар выгоняли с их родины, просто вот фактически лишили целый народ их дома. Скажи мне, на каком этапе сейчас создание виртуального музея, сколько людей откликнулись и что за экспонаты уже там есть? Музей как раз-таки уже работает, tamurlar.com, то есть это такой виртуальный музей, который собирает очень разную информацию, да, у нас есть депортация в цифрах уже раздел, и фото, и искусство в депортации, и сейчас нам присылают видеоистории, о которых мы просим присылать наших дедушек и бабушек, которые живы, которые были очевидцами, жертвами очевидной депортации, и они рассказывают свои истории, да, и мы коллекционируем всё это, переводим на четыре языка, чтобы это было доступно в мире, и таким образом загружаем эти все истории на сайт, и для нас, конечно же, важно как можно быстрее собрать эти истории, мы знаем, что очень много этих нерассказанных историй ещё есть, и это количественный показатель, для нас важен количественный показатель, потому что и по принципу Яд Вашема, да, то есть музеи истории Холокоста, которые в Иерусалиме, когда они собирали и собрали миллион таких историй, миллионы таких историй, для нас также важно собрать много историй, пока эти старики живы, поэтому мы призываем, постоянно призываем через лидеров мнений собирать эти истории, а летом было достаточно вялый процесс собирания, потому что я понимаю, что лето для крымских татар, это просто период, когда бесконечные свадьбы, и свадьбы это, кстати, еще одна тема, это то, что помогает сейчас в том числе сохранить идентичность в Крыму, потому что на свадьбах люди встречаются, поют крымстарские песни, танцуют национальные танцы, и то же самое было в Советском Союзе, но это, конечно, история по кругу, но и также было и сельское хозяйство, и какой-никакой туризм, но сейчас уже у молодежи больше времени, и эти истории присылают намного сейчас активнее. Скажите, давай сначала мы напомним адрес сайта, на который нужно отправлять истории, где вообще можно посетить виртуальный музей. tamrlar.com tamrlar переводится как корни с крымстарского языка, и на этом сайте есть вся информация, как нам присылать истории. Это занимает буквально полчаса времени. У нас есть наш опросник, который разработан профессиональными историками этот опросник разработан, и по этим вопросам легко задавать и получать ответы от стариков и присылать их нам. Скажем, пожалуйста, откуда приходят эти видеоистории? Насколько я понимаю, сейчас уже спустя долгие годы после окончания Второй мировой, после того, как врухнул Советский Союз, крымские татары разъехались вообще по свету, и я могу себе предположить, что истории могут приходить из совсем уж далеких уголков. Я знаю крымских татар, которые живут в Канаде, знаю крымских татар, которые живут в Европе, в США и так далее. Или это в основном Крым и другие территории Украины? Сейчас пока только Крым, но мы также будем активно работать и с диаспорой, потому что команда очень маленькая, и мы не успеваем делать всё сразу, но этот проект, конечно же, долгосрочный, то есть вне зависимости от того, будет финансирование, не будет финансирование, это, я думаю, часть миссии моего поколения. Мы должны это сохранить и превратить в политику памяти, уйти от образа жертвы, который часто мешает да и украинцам, и крымским татарам вот развиваться дальше, преодолевать новые рубежи, но сохранять это и сохранять часть, как часть нашей истории мы обязаны. Скажи мне, пожалуйста, ты говоришь о том, что будет ли финансирование или не будет финансирование? Сейчас есть государственное финансирование этого проекта? Нет, сейчас полностью проект финансируется фондом Конрада Аденаура, то есть они помогли запустить, да, немецким фондом, помогли запустить этот проект. Какую цель преследует фонда Аденаура, когда дает деньги на такие проекты? Я думаю, они, как никто другой, прекрасно понимают вопросы политики памяти, прекрасно понимают вопросы сохранения таких историй. Это, по-английски, это называется oral history, устные истории, да, и поэтому, когда я обратился к ним, они, конечно же, поддержали и создание сайта, и работу переводчиков, да, у нас, мы переводим на украинские, русские, английские языки, и также по необходимости мы делаем субтитры на крымситарском языке. Алим, у нас осталось совсем немного времени, чуть меньше трех минут, хочу еще, под самый конец уже, я хотел с этого начать, потом передумал, давай, вот, жирную точку поставим, расскажи нам, пожалуйста, о том, как ты стал членом украинского пен-клуба, и что это за звание такое? Собственно, недавно меня приняли в свои ряды украинский пен-клуб, да, это ветвь международных пен-клубов, которые работают на взаимодействии с правозащитной писательской среде, да, которые очень влиятельны в мире, в интеллектуальном сообществе, да, туда берут писателей, поэтов, публицистов, правозащитников, которые имеют дело с литературой, литературных менеджеров, вот, и, собственно, меня также пригласили туда, и это был процесс около месяца, когда там я подавал свои резюме, свои тексты, которые были написаны мной, и после этого правление пен-клуба утверждало ту либо иную кандидатуру. Но ведь это не просто награда, это же на тебе, новая теперь ответственность на тебе лежит. Конечно, я абсолютно это хорошо понимаю, я готов дальше, вот, понимаешь, что важно? Для меня важно как в Украине, так и в мире, чтобы голос Крыма звучал и в интеллектуальной плоскости, чтобы о Крыме, крымских татарах говорили не только с точки зрения правозащиты, но и с точки зрения того, что мы можем и что мы даем этому миру. Я часто говорю о том, что, например, крымские татары это хорошие переводчики с европейского контекста на тюркский, исламский контекст и наоборот, да, вот, это одна из наших уникальных особенностей, но их есть достаточно большое количество и других, поэтому для нас важно рассказывать об этом. Спасибо тебе большое, Алим Алиев, напомню, был гостем сегодняшней программы, программный директор Крымского дома, а теперь еще и член Украинского пен-клуба. Спасибо. На этом прощаемся, всего доброго, счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok